Ребята, всем привет! Хотелось бы рассказать вам про интересный канал. Это Джек Дальнобой. На этом канале вы увидите интересные кадры из жизни обычного дальнобойщика, который делится с вами своим профессионализмом, а также он снимает все свои ремонты и ТО. Раньше он ездил на Мане, а сейчас у него МАЗ. Кому интересно, переходите по ссылочке ниже в описании. Джек Дальнобой. И смотрите видео и подписывайтесь на канал. Ребята, всем привет! Сегодня у нас уже 24 июня. Время уже вечер 11 часов. Уже 12 час ночи пошел местного времени. И я сейчас отправляюсь в рейс, как вы уже догадались. Сижу вот в машине, переоделся, шортики, футболочка. Все, сейчас еду. Рейс у меня на Ижевск. Вот. Я уже загрузился. Сейчас вам покажу. Грузился я днем ранее. Машина день стояла. И сегодня выезжаю. Сегодня получается суббота. И мне надо быть там в понедельник в Ижевске. Так что сейчас ночью буду ехать. Докуда-нибудь доеду. Там переночую. Вернее посплю. Потом поеду. Завтра целый день буду ехать. До Ижевска 850 километров. Где-то так. Вот. Поэтому 6 тонн сзади. На палетах там. Что-то 12 палет, по-моему. Ну и вот так вот, короче, в этом все духе. И... Все, ребят. Я еду. Так что смотрите видео. Вот, ребят, загрузили. Вот такие вот палеты. Там какие-то контейнеры. Что-то такое. Короче, 12 палет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, двина. Все отлично. Закрываемся. Так, ребят, забыл показать. После последнего рейса у меня был сломанный весь бампер. Вот. И я его, то есть, починил. Так, сейчас начнем с этой стороны. Вот, видите, усилил здесь. Усилил вон там. Вот сделал вот такое усиление. Опять прикрутил его вот сюда. То есть, вот здесь я еще такими вот уголочками, чтобы он не болтался. Вот. Вот здесь вот усилил напрямую его. Вот. Опять же, он здесь вот я его сделал. Здесь опять-то вот он, видите, треснул. Вот. Пока вот так вот сделал. Потом позакрашиваю ее. Здесь тоже вот такой кронштейн, видите. Все как бы нормально. Так, брызговик. Брызговик вот тоже прикрутил. Все на месте, все стоит. И сделал такой ништячок. Вот, ребят, цепочки приварил. А то у меня раньше он прямо ложился. Крышка ложилась прямо на самый низ. Все, что? Это хлам у меня тут на стоянке. Видите, какой от меня хлам. Бампер старый, ребят. Видите? Это я уже менял. Вот он такой вот бампер. Дверь менял. Дверь менял. Варить надо его. Заварить и будет он как запасной. Километр. Игорь. Вот. История. История. С неба в мелкий дождь. Накрабил. То, что было мне, рассказывал. Не спешит и дождь. В землю, в камыш. То, что будет мне, лучше нас скажи. Долго и гулять. По дорогам вольному. Ребят, снова привет. Сегодня уже 25 июня. Короче, проснулся я. Время 9 утра. Что-то 10 час, наверное. Не знаю, может уже к 10 подходит. Да, подходит к 10. Короче, выспался я после вчерашней ночи. Выехал я из дома вчера вечером поздно уже. Часов до 3, до 2. До 2 часов ночи. Почти до 3 даже. Я ехал. То есть, Екатеринбург проехал. У меня осталось что-то до Иржевска 570, короче, километров. Грубо говоря. Все, оделся, умылся. Сейчас вот пью кофеек. Так как здесь я встал вообще не на стояночке. Ну, на стояночке. Только не знаю, где здесь кафе. Вот. Здесь вот, ребят, встал. Видите, на улице как это. Дурацкий дождь, короче. Это капец. Вот, видите. Какая-то заправка. Шиномонтаж. Ремонт автостекол. Кто знает, короче. Ну, где-то здесь, короче, я встал. Ну, все. Допиваю кофе и погнал. Короче, ребят, как я и ожидал. Мы приехали, короче, уперлись в пробочку. Здесь вот на новой дороге перед Пермию. Люди все, я не знаю, откуда они все едут. В воскресенье сегодня. Вечер, время у нас 4 час, 4 доходит дня. И они все куда-то едут. Чуть-чуть правее берите вот на фурах, чтобы они не пролазили. Надо так и будем стоять. Да-да-да, вот, ребята, говорят, что 3 ряда. Вот, сейчас покажу, ребят. 3 ряда, вот они. Вот. Еду я за КамАЗиком. Здесь, короче, там дальше, не знаю, что там видно, не видно. Не видно, ребят. Короче, там пробка. Пробка, огромная пробка. И поэтому 70, вот все 70 засекаю. Ребят, я вам пока интересно, сколько километров она будет длиться. Вот. Но будем ехать, будет видно. Ребят, пробка, короче, растянулась на 7 километров. Вот. Пробег у меня 7,7. Ну, грубо говоря, 7 километров. Сейчас мы уже хотя бы едем до 30 километров в час. А там вообще стояли. Поэтому, я думаю, что пробку мы преодолели. Время в пути у нас где-то ушло, грубо говоря, полтора часа. На эту пробочку. Ну, час 20, наверное, не знаю. Да, где-то час 20. Потеряли, потеряли, да. Ну, а что делать? Пробки, они везде. Сейчас лето. Ремонты дорог, они везде. Где дачники, огородники, просто там всякие отдыхающие рыбаки едут в город, из города. Поэтому пробки сейчас жопа, ребят. А все, ладненько, буду ехать. До Удмуртии мне еще 313 километров. Поэтому буду я вечером. Зазевался. Буду я вечером. И надеюсь, что еще будет немножко светло. И я вам что-нибудь засниму туда, куда я приеду. Вообще, без понятия, куда я приеду. Все, ладно, ребят. Я погренал. Ехали, ехали и снова приехали. Только Пермь проехали и опять пробка, блин. Что ты будешь делать, а? Сколько это может продолжаться, а? Я вообще поражаюсь. Ладно, посмотрим, что из-за чего. Это пробка. Там-то хоть ремонт был дороги, а здесь что? Хрен его знает. Какая-то, ребят, жесткая авария. А что, нет, живые нет в этой аварии, кто знает? Сразу вот за Пермию. Что-то там, короче, конкретно расхлестались, похоже. Сейчас поближе подъедем, посмотрим. Не знаю, там гаишники, правда, рулят. Не знаю, посмотрим. Пропустят, не пропустят. Спасибо, на канале Тимский. Что-то все поперекрывали, блин. Эвакуатор стоит. Так, что-то машины непонятно. Эти уже уехали, видимо, все скорые. Кто там? А, вон, спасатели. Короче, капец. Ну все, сейчас, наверное, нас перекроют, наше движение. Это не вариант. О, ребят, нормально так расхлестались-то они. Жесть. Просто, ох-ох-ох-ох. Вон там, ребят, смотрим. О, вообще, с джипом. Вообще, капец. Ух, ё-бог ты мой. Конкретно, короче. Конкретно, короче, ребят, там авария, на самом деле. Раз, два, четыре машины. Четыре. Ну вот куда гнать? Ну куда? Мокрый асфальт. Вот интересно, да? Что повлияло создать такую аварию? Либо какая-то случайность, неосторожность. Либо, ну я не знаю, это правда, это как-то... Ай, это очень страшно, ребят. Короче, ребят, на Ижевск дорога идет у нас следующая. Следующая. Вот такие вот холмики, холмики, серпантины, как я еще не знаю их назвать. Едем с горки в горку, с горки в горку. Короче, как по Перми, так же. Не знаю, не помню я. Я был в прошлом году в Ижевске, но не помню. Я еще даже по Пермскому краю еду. Поэтому, видите тут. Скорость у меня, конечно, уже превеликая. Но мы едем с горки, потому что... И поэтому мы снижаться никак не можем. Можем, конечно, чуть-чуть, наверное, снижаемся. Короче, ребят, решил я заехать покушать. Короче, вот здесь вот мы припаркуемся. А вон там кафе. Пойду в кафе схожу. Надо идти. Надо кушать. Ну вот и все, ребят. Поел я, наелся. Взял себе еще вот таких вот арахиса. Сто лет не ел, как в детстве, да? Прям как в детстве. Окунемся сегодня в детство. Красота. Буду сейчас всю дорогу их есть. Ну, в общем, все, наелись. Я наелся. Да, Ижевска 160. КМН, это через Водкинск. Это... КМН, это через Водкинск. вот ребята такой жест такой и же куда-то я еду на какой-то кирпичный завод сейчас посмотрим куда я вообще приеду куда меня навигатор приведет вроде адрес то он знает 7 километров не ехать посмотрим туда я приеду ребят все приехал я на заводик вот он заводик какой-то вот мальчик стоит время ночь 12 по нашему здесь еще 11 здесь местное время должно быть 11 не знаю стал короче вот так вот сейчас наверно темно меня плохо видно обойду машину гляну со всех сторон а вроде чтобы завтра никому не мешаться сегодня то выйду так замочек целый все все на месте все ребят я спать до завтра мне до завтра побег спать приезжаю на завод ребят для утра вот за фуриком еду дорога тут конечно жесть на ребят ехать-то мне еще долговато похоже за этой фурой и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре палета осталось, сказали под кран, куда-то надо заехать. Сейчас едем под кран. Так, вот, ребят, поехали к крану. Кран тут тоже у нас немного сейчас выгрузит. Четыре палета, все. Эту шторку сдвинешь чуть-чуть вперед, да и вот этой залезкой, и все, она нормально будет. А она под уклоном машина, видишь, не держится, блядь. Я ее сдвинул. Ладно. Все это хорошо, сейчас здесь выгрузится и поедем. Ну все, ребят, выгрузился я на кирпичном заводе, все подписали документы, все отлично. Сейчас еще пока груза обратного нету и вообще груза нету. Вот, сейчас ищем груз. Ждем. Время у нас уже обед доходит. И так что, я думаю, на этом серия рейса моего заканчивается, так как слишком много времени уделено вот именно вот этими частями. Поэтому буду я делать частями, ребят, так как и делал. Потому что, ну, час никто же не будет смотреть, правильно? Это очень долго и нудно. А так, как бы, интереснее. Ну и все, ребят, на этом серия, выпуск первого моего дальнобоя на Ижевск закончилась. Все, сейчас ждите вторую серию, что она скоро будет. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно не пропускайте видео. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Всем удачи и пока-пока.